Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Мы рады приветствовать вас на нашем канале Дача 96. И сегодня в ролике я бы хотел рассказать и поделиться, особенно с новичками, какие культуры посадить на балконе новичку, чтобы они и вправду дали урожай, и вы не потратили силы впустую и не расстроились. Потому что, например, я, когда начинал сажать, я не знал вот этого всего, и посадил бычье сердце на балкон, и, конечно, никаких помидоров я не увидел, потому что есть специальные сорта и гибриды, естественно. Но при выборе культур для новичку для выращивания на балконе удобно пользоваться вот такой памяткой, которую можно будет найти в нашей группе ВКонтакте. Буду рад, если вы и вправду ей воспользуетесь. Начну с томатов. Вообще, в общем, можно вырастить томаты, огурцы, зелень и микрозелень. А какие сорта и какие виды, сейчас расскажу. Томат. Сорта, которая лучше всего вырастает на балконе без обыления насекомых. Это пиноккио и балконное чудо. Вот как раз-таки пиноккио. Вот, смотрите. То есть, это компактное, детерминатное растение низкорослое, естественно. И, смотрите, тут вот есть цветочки. Мы уже наблюдали. То есть, когда эти цветочки, ну, отцветают, на нем появляется плод. Независимо от того, что опылились они, не опылились. То есть, обязательно вот тут появятся плоды. У меня на балконе уже много плодов. И это сорт пиноккио, который есть в нашем интернет-магазине Дача 96. Ссылка будет в комментариях. И на группу ВКонтакте тоже в комментариях. И балконное чудо. Балконное чудо бывает разных цветов. Ну, и пиноккио тоже, в принципе, бывает разных цветов. Огурцы. Самый лучший сорт это подмосковные вечера F1. Он тоже скоро появится в нашем интернет-магазине Дача 96. Есть, конечно, еще много сортов. Но этот лучше всего. Он партенокарпический. Что такое партенокарпический? У меня, конечно, есть отдельное видео. Но ладно, расскажу. Партенокарпические огурцы. Это растения, которые не требуют опыления насекомых. И то есть, они оплодотворяются без насекомых. Там цветки женского типа. У помидор, скорее всего, тоже так же. Но почему-то на пачках с помидорами не пишут партенокарпические. Хотя, по сути, это, наверное, то же самое. Зелень и микрозелень. По идее, это одно и то же. Но различается немного все-таки. Зелень, которая лучше вырастет на балконе в первый год, если вы и вправду новичок. Это укроп грибовский и петрушка обыкновенная листовая. Не надо в первый год сажать салаты, кориандры. Вот, посадите укроп, самый простой грибовский. И петрушку обыкновенную листовую. У меня посажены три недели назад. Мы уже зелень едим. Это самая лучшая сорта, которая уже есть в нашем интернет-магазине. Микрозелень. В принципе, вы можете попробовать вырастить всю, но это, в принципе, микрозелень вообще легко выращивать. Но я выбрал три вида микрозелень, которые более-менее хорошо растут у всех. Это рукола, горчица и свекла. Их, к сожалению, пока что нету на нашем сайте, но, возможно, скоро появятся. Ну, а я надеюсь, что это видео было очень полезным. Теперь вы знаете, если вы новичок, но хотите получать свой урожай, то вы знаете, какие культуры надо посадить, чтобы обязательно остаться с урожаем. Ну, а мы будем прощаться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok